Если пациент хочет жить, медицина бессильна. По итогу сказала, мне вас нечем порадовать, все, у меня хлынули слезы. А у меня девушка на том конце провода говорит, девушка, успокойтесь, пожалуйста, поедите сейчас домой, воды выпейте, отдышитесь и позвоните, я вас не понимаю. Это все, конечно, без всяких там травок, соды, там вот эти ерунды, нормальная химия, и все очень хорошо пошло, несмотря на высокую агрессивность. Ты знаешь, Оль, я свою болезнь превратила в шоу. Просто в прямом эфире. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами я, Ольга Ушакова, и наша программа «Планы на жизнь». Сегодня у нас в гостях гости из Нижнего Новгорода Катя Брылева. Здравствуй, Катя. Здравствуй, Оля. Катя у нас перенесла рак молочной железы, и это было совсем недавно. Я очень много о тебе слышала, и все хотела с тобой познакомиться, и вот это произошло буквально недавно, там, я не знаю, где-то, наверное, месяц назад. Недели-две-три назад. Да, да, да. Вот. И вот Катя в нашей студии. Расскажи, Катя, что сейчас происходит в твоей жизни, чем занимаешься? Ну, сейчас у меня стойкая ремиссия после третьей стадии рака груди, и я занимаюсь общественно полезными вещами. Я поддерживаю в своем городе, основала, скажем так, общественное движение, поддерживающее людей с онкологией, не только с раком груди, а в принципе с онкологией всех женщин, ну, в основном женщин, потому что мужчины так, это отдельная тема для разговора, вот, и немножечко помогаю еще малышам нашей Нижегородской детской онкологии, вот, ну, всего понемножку. Там-то фотосессии какие-то, встречи, арт-вечера, группу за им помощь. То есть, фактически, ты лидер онкосообщества, которое есть в Нижнем Новгороде. Ну, скромненько, да. Почему скромненько? Но организации пока нет же, правильно? Ну, как таково нет, официальной. Ну, то есть, вот, сейчас твоя деятельность, это своего рода активности с женщинами, которые перенесли. Ну, либо находятся сейчас на стадии лечения, либо уже в ремиссии, все равно, как бы, человек, это остается на всю жизнь с тобой. Рак и все, что ты пережил, и невозможно, что ты вылечился и пошел. Ну, то есть, все равно это все внутри есть, и воспоминания, и посттравматический синдром, как говорится. И поэтому всегда на любой стадии от того момента, когда ты узнала о своем диагнозе, до, там, своей глубокой старости, всегда нужно иметь поддержку, таких же, как и ты. То есть, вот, это очень важно. Да, это очень сильная вещь. Я прям буквально вот сейчас эту поддержку тоже испытываю вторично. У тебя еще есть блог, правильно? Да. В инстаграме, и вот именно благодаря ему ты стала популярной, так? Просто я, вернее, в подростковом возрасте я начала вести дневник. И мне, я все ему выливала. И как-то, видимо, вот таким образом теперь мой инстаграм – это мой дневник. То есть это… Я начала об этом писать. Сначала 10 человек, 200 человек, потом там 500 человек, я радовалась. Сейчас на данный момент сколько? Ну, 3,5 тысячи. И это без накруток? Без абсолютно. Никаких накруток, абсолютно живая аудитория? Это вот именно, да. За какой период времени? Ну, за год. Это серьезно? Ну, у меня очень узкая аудитория, но то, что это дорогого стоит каждый человек, который там находится, и очень активный блог. И мне очень радует, что люди пишут, общаются, знакомятся. И он какой-то стал такой платформой уже небольшой для знакомств, для идей, для общения. Вот это очень здорово. Я от многих слышала, что они читают и очень увлекаются тем, что ты там… то, о чем ты там рассказываешь, показываешь. Кать, а как ты узнала о своем диагнозе? Ну, наверное, как и большинство женщин, что-то нащупало, грудь увеличилась. Я отгоняла от себя мысли. Ну, то есть, как всегда, у нас какой-нибудь прыщик выскочит, и сразу какая-то дурацкая мысль, вдруг у меня рак. И поржешь, и забудешь. И я, естественно, отгонялась от этих мыслей, и, ну, к стыду своему сейчас, я признаюсь, что я ходила, наверное, с лета и до февраля. В феврале я уже поняла, что тянуть нельзя. С чем ты ходила? То есть у меня была припухлость в груди, какая-то шишечка, и когда уже в декабре, я прям мужу уже говорю, слушай, ну, посмотри, по-моему, что-то не то. Он говорит, ну да, грудь прям больше одна стала, на раз, да. И, а там Новый год опять тянула, тянула, я пошла в феврале, 13-го числа, это дату, я теперь никогда не забуду. 13-й еще? Да, я пришла на УЗИ просто к мамологу. И, видимо, чтобы немножко себя успокоить, я тараторила, тараторила, что вот, да у меня же никого-то чего-то там тараторит, да, что-то болит, вот. И когда я легла, а передо мной экран, то есть частная была клиника, и этот экран, я, чтобы себя успокоить, вспоминала, как я сына своего видела тоже на УЗИ. Она мне смотрит, смотрит, и так что-то замолчала, мне уже начало вот это вот вкрадываться, и она по итогу сказала, мне вас нечем порадовать, и все, у меня хлынули слезы. И уже там началось у меня вот это вот все страшно, слезы, крифы. Даже еще без всяких анализов, просто на УЗИ. Да, и она еще такой сделала, момент такой был, когда я вышла на ресепшн расплачиваться за это УЗИ, и она мне написала телефон вот онкодиспансера нашего Нижегородского, потому что на тот момент в Нижнем я жила только около года. И она мне вот так сунула и быстро ушла, не попросила, почему-то она вот резко быстро от меня ушла, я очень хорошо помню этот, вот этот момент. Ну, потому что ты очень эмоциональный человек. И она не знала, возможно, как меня успокоить, и хочу сказать, у меня есть уже мысль, я хочу туда прийти к ней с цветами, сказать спасибо, что вы это увидели, потому что не все врачи сразу видят, и то есть вот я все собираюсь, все думаю, пойти, но все никак не найду. Это в каком месяце? Это было? Это в Нижнем Новгороде было. Нет, это то, что в Нижнем Новгороде, да, а в месяц это был? Февраль. Февраль. Ну, вот из февраля у тебя началось вот это вот все, после лечения. Я поехала в онкодиспансер в тот же день, я на улицу вышла, звонила записаться к врачу, и мне казалось, что я внятно говорю, а у меня девушка на том конце провода говорит, девушка, успокойтесь, пожалуйста, поедите сейчас домой, воды выпейте, отдышитесь и позвоните. Я вас не понимаю. Я поняла, какая у меня степень истерики, как я просто кричу ей в трубку. Я позвонила маме на Камчатку, там была ночь, не знаю, зачем, я взрослая девочка. Я начала кричать, мама, у меня какой-то опухоль. Ну, это все, конечно. А потом? Ну, я приехала домой, ну, я поехала к врачу, они мне там сказали, что делать, там какие-то анализы, вот это все. Но это все было долго, там я записывалась, и я приехала домой, конечно, позвонила, рассказала мужу, может, он мне наорал, сказал, ты что, еще ничего неизвестно, чего ты там, подумаешь, что-то на УЗИ увидели, может, ошиблись. То есть не начал там со мной вместе сидеть, рыдать, он меня так взбодрил, я думаю, ну, правда. Пошла, купила коньяк, она пилась, рыдала на своей дочери спящей, что я не увижусь в своем платье, ну, все, то есть у меня уже поехала крыша, уже туман в голове. Какие разные реакции у людей, вот я уже столько беседую. Ну, вот как-то так, да, но я очень эмоциональный человек, я вот все выплесну, то есть я не могу в себе это все копить. Ну, правильно. Я в любом случае взорвусь. Поэтому у тебя, Катя, три спорта. Планины тысячи подписчиков, все видят, насколько ты живая. Да, вот. И потом я, естественно, полезла в интернет. В интернете там все, все плохо, там максимум три года, все, короче. То есть наши российские СМИ, наши российские СМИ, почему-то не настроены на то, чтобы онкологию немножечко облегчить этот весь. Им надо, чтобы это все было мрачно, такой все черной смолой, такой страх, вот это все липкий. Такое, что ты прочитала и все, вот ложись и жди уже, ничего не жди. Я перенесла такой сильный стресс в тот день, что на следующий день, когда у меня муж ушел на работу, а дочь уехала в школу, я поняла, что не могу встать. Я просто лежала и не могла встать. Я поняла, что пролежу до вечера. Обессилена от страха. Просто вот да, то есть я на такой пережила стресс, вот этот всплеск. И мой сын подошел, он, по-моему, у меня два годика, он говорит, мам, кушать. Ну, тут уже хочешь, не хочешь, ты встанешь. Я пересилила себя, встала и понемножку стала себя раскачивать, что, ну, Кать, так нельзя, как бы, ну, это путь уже никуда. И я начала, естественно, гуглить, искать, вот, в интернет, в инстаграм и инстаграм. Ну, у меня была страничка просто, там, дети, там, моя собака, там, ну, как обычно, как у всех, ничего такого там примечательного. Вот, и я стала искать информацию вообще про рак, про вот это все. Нашла совершенно случайно блог Рината Карамба, всем известного. Он у нас был в гостях. Да, я смотрела эту передачу. Понравилось? Очень, да, прям, ну, он был очень хороший рассказчик и приятный человек. И, ну, он с лимфомой, то есть ничего вроде не взаимосвязано, но через его блог я узнала, что есть такой центр Блохина. Я сразу поняла почему-то, что мне туда надо. Вот мне надо. Ты никогда о нем раньше не слышала? Никогда, у меня никто в семье не болел раком, я об этом, ну, к счастью, я не сталкивалась с этим, я не знала, что есть такой центр у нас в стране. И однажды утром я просыпаюсь, захожу в Инстаграм, и в рекомендованных, в ленте у меня высвечивается «Мы, врачи, 21 этажа», там «Две груди», аккаунт называется. Я туда захожу, а там то, что мне нужно. И я думаю, блин, ну, это знаки, это вот прям, ну, я понимаю, что рекомендованные там Инстаграм выдают, но это прям было вот. И я написала в директ, ну, честно, без надежды, думаю, ну, наверное, ответят там через полгода. Через 20 минут мне написали номер врача, я ему позвонила, он мне говорит, ничего, не ждите, приезжайте. Это все было в феврале? Это все, 13-го я узнала, 21-го я уже была в Блохина. Блохина, вот, ну, как бы. Прям вот как будто все так и должно было быть, вот настолько все, ну, я приехала туда, вот все, давай, ну, я сидела 4 часа, ждала его после операции. То есть я там не начинала выступать вот так долго. Ну, как ты думаешь, что это вот такое? Ангелы-хранители, я решу их. Это вселенная, это какие-то знаки, то есть это все идет так, как должно идти. Что было самым сложным в твоем лечении? Не знаю. Ну, с чего началось? Ну, началось все с химии, ну, обследование, это понятно, то есть когда мне доктор мой после обследования очень тщательно сказал, что моя опухоль неоперабельна на данный момент, и стадия у меня не вторая, как в Нижнем Новгороде, мне поставили, а третья, и КИ-67 это такой маркер, который показывает агрессивность опухоли, он у меня был 70%. То есть это очень агрессивная стадия, степень, и, ну, в принципе, не очень хорошо. И я говорю, ну, давайте тогда это вырезать. Он посмеялся, говорит, так а что толку, говорит, ее нельзя сейчас трогать, то есть она неоперабельна, нужно делать химию. И оказалось, что на химию меня могут туда и не взять, только обследование. Я умолила, упросила просто, я говорю, Мазан Мусачевич, пожалуйста, мой доктор Искендеров Мазан Мусачевич, если может так говорить, можно? Да. И мой хирург-онколог, я его просто уговорила, говорю, пожалуйста, возьмите, я вас очень прошу, это просто вот вся жизнь моя в ваших руках. И он, ну, поговорил с Моной Александровной Фроловой, и, в общем, меня взяли на протокол, на лечение, и я проходила полгода там химиотерапию. Я и моталась с Нижнего Новгорода каждый 21 день, собаку подруги, детям пельмени, и мужу тоже, и вперед ездила, мне ничего не останавливало, меня не трогало там жара, или мне плохо, или что-то. Я понимала, что у меня есть цель, мне нужно выжить, все, никаких там... А ты приезжала, делала химию и обратно уезжала, или все-таки оставалась? Ну, на два дня, то есть я приезжала, сдавала кровь, если кровь хорошая, показатели на следующий день меня окапали. Я, на следующее утро я уезжала. А как было самочувствие после химии? Ну, первые сутки нормально, потому что она как-то так, ну, а вот на вторые уже дома меня, конечно, накрывало. И что было? Ну, это как отравление плохим алкоголем, токсикоз, и когда тебя укачат в транспорте одновременно, то есть это такое ужасное состояние. А какие-то вот специальные препараты не давали, чтобы облегчить? Ну, предмедикация, конечно, давали, и мент, все. Но все равно не помогало? Ну, когда как, то есть все равно накопительная, то есть вот у нас в нашем онкосообществе так называемая красная химия, она прям из-за бористо-красного цвета, который потом женщины не очень любят, потому что вызывают ассоциации. Она вот прям такая самая вот мерзопакостная, но она самая эффективная, потому что после первой у меня опухоль была 5 на 7 сантиметров, и лимфоузил у меня был 3 сантиметра. И когда после первой же химии, еще даже волосы не успели выпасть, и я в душе нащупала, что у меня вот мой лимфоузил, он был как оливка по размеру примерно, и я еле нащупала, как горошинка, это после первой химии. Я позвонила своему врачу, мне сделали УЗИ, у меня все после первой химии в половину уменьшаться начало. То есть сразу пошло лечение? Да, без всяких там травок, соды, там вот эти ерунды, нормальная химия, и все очень хорошо пошло, несмотря на высокую агрессивность. А у тебя были какие-то знакомые, которые пытались вот этим лечиться? Конечно, и меня облатовали, и соду, и соль прикладывать. А что сейчас с этими товарищами? Кто? Ну, я так в начале пути с кем общалась, очень мало с кем дошла, то есть вот есть девочки, с которыми общаюсь, слава богу, они все традиционно лечились. Все живы-здоровы. Все прекрасно, одна у нас замуж собирается, вот едем, собираемся к ней ехать на свадьбу, вот, там тоже девочки, все дети, мужья, все прекрасно, замечательно, отдыхают, сияют, светятся, и все замечательно. По поводу людей, которые на моем, в начале моего лечения лечились травмами, мне ничего не известно, я не отслеживала их судьбу. И они тебе нигде не попадаются сейчас? Ну, как-то нет. Как это печально, то, что вот все-таки в наше время, когда информацию можно легко получить, достоверную, и вот такие случаи все равно происходят и находятся. Ну, путь вот этот вот непростой, тяжелый, сложный, да, получается, что ты с февраля начала лечение, ну, на консультации. Нет, лечение начала с апреля. С апреля. С первого, где-то в первых числах, ну, целый месяц я обследовалась. Ну, да, обследование, и с апреля начала лечиться, и до которого времени ты лечилась? До 31 августа у меня было 4 капельницы красной, докцирубцина называется, и 4 капельницы дотстоксела, это белая химия, она уже полегче, от нее только кости болят. Понятно. Ну, ничего так не страшно. А вот операция? Операция потом у меня была 21 сентября, я пролежала 3 недели, мне сделали полную мастектомию. Лимфоузлы удалили? Удалили 13 лимфоузлов и патоморфоз, то есть это степень, насколько умерли клетки, злокачественные, у меня четвертая степень, то есть они полностью умерли, ни одной живой, ни одной заразы не осталось. И ты плакала, я знаю, ты не расслабила. Да, у меня было ощущение, что у меня внутри солнце, оно сейчас меня разорвет, я шла по улице, улыбалась, как блаженная, это было такое всеобъемлющее счастье, я даже не знаю, когда мои дети родились, замуж я выходила, это другое счастье, это какое-то, ну, настолько свет, вот это тепло, прям оказалось, вот реально, что я Майковский, из меня сейчас это все солнце вырвется просто вот наружу и отовсюду, это очень здорово, это очень круто. Ну, прям искряться и сейчас глаза, когда ты рассказываешь. Ну, переживаешь эти эмоции заново, и это очень приятно, это гораздо приятнее вспоминать, чем начало, которое было. И потом у меня еще были лучи, я проходила их в Подольске, прекрасный центр Подольск, прекрасная заведующая, замечательный коллектив, 15 лучей я там прошла. Да, и когда все это закончилось? Последние лучи у меня были 31 ноября, но ремиссия у меня стоит после операции, то есть вот сентября я уже в ремиссии, вот в сентябре будет год уже, как все хорошо у меня. Ну, скоро будем праздновать годовщину. Обязательно, шумно. Да. Вот лечение, оно же не такое простое, вот эти вот все побочки и вот это состояние, и пока ты еще не увидел, что у тебя там на самом деле, это и какая-то тревога за свое будущее, за своих близких. Что помогало держаться на плаву, что вот было твоим ресурсом? Ты знаешь, Оль, я свою болезнь превратила в шоу, просто в прямом эфире, грубо говоря, такой вот в инстаграме, то есть я каждый свой шаг, каждый свою химию, каждый свой, у меня даже есть посты, где я писала какой-то сумасшедший вообще бредовый, отходниковый бред вот такой вот, потом у нас еще утром просыпалась и ржала же в соседнем посте, писала, господи, что я вообще такое несла, ну то есть ничего не удаляла, все оставила, потому что это так и было, зачем мы будем там приукрашивать, ну это вот такое было, но я превратила в шоу, я познакомилась с кучей народу, я прошла кучу курсов там по равной-равной, по взаимному консультированию. Равному консультированию. Нет, ну да, я болею. Ты не пыталась себя преподнести как жертва, да? Нет, ну конечно мне было, мне ночью гробы снились, и смерти было очень всего. В этот момент? Ну вот в период химиотерапии у меня много чего, у меня были всякие ситуации, но ни разу не было такого, чтобы я вот там проснулась и сидела, там, господи, да я же умру-то, но мы все, мы в любом случае все умрем, ну то есть как-то. Ну ты хочешь сказать, что тебе сил придавала та поддержка, которая вот была со стороны людей, которые даже и не совсем знакомы были тебе, да? Ну да, но в первую очередь, естественно, моя семья, то есть мои дети, мой муж тут как бы априори. Но когда я видела вот этот отзыв, когда мне люди начинали, мне стихи писали, мне картины привозили прямо в палату девочки, просто мои подписчицы, которые написали вот просто для меня, там писали стихи, писали постоянно, Катя, спасибо за ваш блог, то есть я понимала, что при таком малом количестве подписчиков, насколько он важен, даже если там, вот и очень были важны такие комментарии, когда писали, у меня мама сейчас болеет, и я не знала, как что делать, как ее поддержать, я стала вас читать, и мне стало более все понятно, я поддерживаю маму, вам спасибо. То есть, ну не только человек, который болен, да, а еще и родственники, то есть это настолько круто. Ты помогала понять родственникам чувство их близких, больных. Да, к сожалению, не все женщины так многие в себе замыкаются и не подпускают, они вот сидят в кокне и никак их не раскрыть, а родным от этого больнее, гораздо потому что они хотят помочь, но не знают, как подступиться. Ну, как бы, поэтому мой блог немножко им тоже помогал. Он нес свет, частичку такой, надежды, солнечный лучик. Ну да, что видит, не все плохо, и все хорошо, да. Ну да, я давно о тебе слышала тоже. Да, смотришь, да, там. Нет, нет, говорили, вот яркое такое пятнышко у нас есть. Ну, а как ты решила начать вот эту общественную деятельность, которой ты сейчас занимаешься? Ведь ты вокруг себя объединила, там, девочек, и вот... Да, мы общаемся. ...делаете что-то. Почему именно такое решение было принято тобой? Ну, я приезжала в Москву на три дня, вот эти которые, и там постоянно что-то было. Движуха. Встречи, вот это вот все туда-сюда. Приезжала в Нижний, который всего 400 километров от Москвы, и там просто вот тишина, прям болото такое. И я начала искать, то есть я пыталась найти кого-то что-то, ничего абсолютно, никаких там по хэштегам или еще кого-нибудь найти, чтобы к ним примкнуть. И ничего не могла найти. Ну, думаю, ну, раз нету, надо создавать. И я просто говорю, девочки, вот я прошла обучение, равное консультирование, давайте, кто у меня тут с Нижнего, давайте, в общем, устроим там группу взаимопомощи какую-то. У нас на первую группу, мы собрались на квартире у одной девочки, втроем. У нас была такая... Первая группа взаимопомощи на троих. Да, мы просто пили чай, ели печеньки, поболтали и разошлись. Никакой там группы вообще даже в помине не было. Ну, а что-то вот было ощущение после этой встречи? Ну, да, во-первых, ты как, что ты не один, и это как бы не грустно, ну, может быть, грустно для здоровых звучит, но для нашей ситуации это прям радует, потому что, блин, ну, ты не одна. И, ну, и как бы, ну, это все равно сближает, то есть ты знаешь, что здесь люди, они начали рассказывать, и как-то потянулось, потянулось, и вот мы общаемся, то есть у нас и фотосессия в декабре была, и вот сейчас еще мы планируем кучу там мероприятий, арт-встреча у нас была, мы рисовали там картины в кафе, то есть нам идут на встречу благотворительно, бесплатно предоставляют там все эти уроки, и бровки сделать, и реснички сделать, и все, вот это обо всем, ну, все она знает, и даже мне уже сами пишут, вот стоматолог там мне написал, что я готов там бесплатно только за материал взять, там зубы, допустим, вставить, там, ну, какие-то такие вещи, то есть это прям круто, что есть отзыв, когда ты что-то делаешь, и на это твое дело есть отклик, это вдвойне, еще больше крылья растут, и хочется делать еще, 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 это прям, ну, это очень здорово. Катя, я вот сейчас заметила шрам на шее, но я знаю его историю, просто немного подзабыла, что это у тебя? Это на, я сейчас каждые три месяца прохожу УЗИ-контроль, это нужно делать первый год после лечения, и на одном из УЗИ доктор увидела, что у меня в щитовидке узелочек, и меня настолько, вот, я очень люблю своих врачей, и они мне сразу, так, я просто собралась идти на реконструкцию груди, у нас в стране реконструкция груди делается по ОМС, что очень хорошо, бесплатно, да, можно делать доктор там, на усмотрение доктора, там могут сделать и собственного живота, плюс абдоминопластика, это очень круто. Ну, вот у меня. Да, вот, у меня тоже самое будет, предстоит на осени, там можно имплант поставить, но там в зависимости, вот, доктор сам уже решает. Ты еще не делал тебе это представить? Да, и я приехала уже идти на реконструкцию, и тут увидели этот узелочек, и мой Рамазан Мусаевич, опять любимый мой, сказал, что нет, сначала узелочек этот проверим, отправил меня еще там на УЗИ, и по итогу сделали пункцию, увидели, что там фолькулярная денома, то есть доброкачественное новообразование, но решили, что лучше его убрать. Скорее всего, это после лучевой, потому что часто у девочек после лучевой, тут же облучается вот эта вся часть. Я не перечу своим врачам, я им полностью доверяю, и мне ее удалили. Ой, в этом я разделяю твои взгляды, да? Я все, я лапки складываю, и сразу, да, все, все, что скажете. Ну, именно вот моим врачам, не то, чтобы там вот всем подряд. Вот как все. Вот, и мне удалили, провели анализ, сказали, все хорошо, там все чисто, но лучше перестраховаться, и я как бы тоже не жалею об этом. Нам здесь будет татуировочка потом. Я даже не сомневаюсь, одна уже есть. Это что у тебя? Покажи. Это Камчатка, я вообще с Камчатки приехала, но она не доделана еще, но будет очень красиво. А что будет? Вулканы, океан, чайки, барашки, все будет очень красиво. Здесь будет плава. Название городов, поселков. Ну, просто Камчатку я родилась вообще на Украине, в Полтаве, и родители меня привезли на Камчатку в 6 лет, когда Чернобыльская произошла авария, и меня забрали оттуда на Камчатку, но родители у меня там жили. Папа был военный, и там все мое взросление, я родила там своих детей, вышла замуж, то есть первая любовь, друзья, то есть, ну, она для меня в сердце много значит. Старт жизни, да, можно сказать. И я ее вот увековечила. Здесь у меня будут даты рождения моих детей, даты моей свадьбы. Ну, такие значимые в жизни даты. Интересная задумка. Непростой ты, Катя, человек. Да. Очень непростая. А вторая ручка у тебя в рукаве компрессионном. Да, но, к сожалению, это верный спутник 90% при мастектомии. Это у меня начался отек руки, потому что операция была с левой стороны, и когда удаляют лимфоузлы, лимфа бывает, ну, ей некуда деваться, она вытекает в ткани руки, и рука оттекает. Начинается лимфостаз. Да, у меня начался лимфостаз. То, что перенесла я, но я носила тоже такой рукав, но, слава богу, что сейчас я справилась с этой проблемой. Я начала заниматься спортом, у меня абонемент, и сейчас у меня еще бассейн прибавится, и у меня перестало вот это вот чувство отечности. То есть спорт – это жизнь. Катя уйдет. Уйдет, уйдет. Я не переживаю. А если еще начнешь, там, небольшие гантельки, там, по килограмму, по два. Пропаганда, да, сейчас идет? Да, да, да. Ну, для наших любимых зрителей. Все правильно, все правильно. Ну, вот общественная деятельность, ты ее продолжишь, да? Да. Намеренно продолжать, не отступать. Что она тебе дает? Что дает? Ну, у психологов есть такое понятие, все, что мы делаем, мы делаем только для себя, в первую очередь. Если это еще и приносит плоды, то это вдвойне кручит. Круто, как бы, без вопросов. Мне она дает чувство удовлетворения, что я что-то делаю для людей, что я не просто вылечилась и пошла. Я понимаю, насколько это серьезно. Хотя мое личное убеждение – рак не самое страшное, что может случиться с человеком. Есть гораздо более серьезные болезни, которые нужно и контролировать каждый час, и есть и параличи, и инсульты, и все, что угодно. То есть и ампутация, конечности. Ну, то есть очень много тяжелых заболеваний, которые, ну, не… Когда мне женщина начинает жаловаться, я волосы потеряю, там, грудь, я говорю, да, Господи! Так это такая ерунда вообще. Ну, если уж с тобой случилось вот это, то уж, ну, хотя бы вот это. Ну, я так считаю. Да вообще из всего можно. Господи, сейчас такие бионические протезы делают шикарно. Бионические протезы – это что? Ну, это если руки-ноги, то есть вот эти сверхлегкие, которые там соединяются чуть ли не с импульсами мозга, там вот эти очень крутые, конечно, они там стоят денег, но мы сейчас живем в такой век, что и грудь сделать не проблема. Там волосы отрастить, еще украшить, чем были, там, да, там какие-то руки-ноги себе там. Конечно, это все стоит денег, но это все стоит. Глава профессора до Луэля не загорает. Можно сказать и так, да. Ну, Стивен Хокинг уже это практически осуществил, когда он через аппарат разговаривал. Ну, да. Поэтому. Нет, ничего невозможного. Если ты хочешь жить, как говорит Сарджи, анекдот есть, что если пациент хочет жить, медицина бессильна. Ну, да. Да, то есть это очень такое хорошее. Даже доктора сами говорят, что большой процент настроя имеет значение. То есть вот я недавно был в комментарии, где эта женщина написала, что у нее мама умирала, когда ей было 10 лет. Ей было 30 там чем-то лет тоже маме. И она, говорит, она была одна, это еще в советское время было. Она, говорит, она в ванной плакала. Я не понимала, говорит, силу возраста, что, то есть она себя загоняла вот в это вот, ну, что все плохо, я умру. Ну, и, к сожалению, мама ушла. Я не говорю, что 100% ты там, ну, это все, но очень многое зависит от настроя. Потому что рак боится смелых не просто так. Есть такая фраза, уже расхожая. Ну, да, недаром одна и та же, можно сказать, болезнь. Хотя ученые говорят, что у каждого свой рак, и он неповторим там. Но типы уже все равно определились. И вот типы рака одни и те же, стадии одни и те же, а результаты у всех разные. Ну, о чем это говорит? Это говорит о настрое. То есть, если уж случилось это, надо пройти путь лечения достойно, без оглядок назад. Смело, да. Не стесняясь соседей, очень многие говорят, ой, ну, мне прямо стыдно, я сама себе брезгую, там, какую-то, ну, какую-то ерунду говорят. Вы понимаете, что твоя голова, твоя тюрьма. Ты сама себя закрываешь в эти рамки. Я сразу тоже не могла выйти лысая, как бы, когда у меня выпали волосы, у меня там уши торчат, мне казалось, что как бы, ну, это все ужасно там. И я сначала, я вышла с собакой, на меня соседи в лифте глянули, и не было такого, что там, они мне так посмотрели, здрасте, здрасте. Потом я вышла в магазин, потом я поехала в Москву, в Парк Горьково, я сразу, на меня никто не смотрел. Потом красный цвет волосы. Да, но меня никто не смотрел, никто не показал пальцем, никто не пытался фотографировать, как казалось. Мне казалось, что все будут на меня, господи, смотри, как лысая баба. Нет, вообще, всем по барабану. Все у нас вот здесь. Да. Нам над собой надо работать, избавляться, не то чтобы там общественность. И потом, когда вот женщина прямо скажет, да, я перенесла рак. У меня был пост, я говорила, что если там вы смотрите, ну, были, у меня люди иногда смотрели, но крайне редко. Я как-то, помню, психанула, даже писала, говорю, ты переживи то, что я пережила. Повой в ванной, чтобы дети не слышали. Потом пойди с улыбкой там и спики пирог. И потом иди с высоко поднятой головой еще и веди за собой народ. И тогда посмотришь на меня, как на равную. Тогда мы с тобой поговорим. А пока ты это все не перенес, и ты там что-то пытаешься как-то судить мою внешность, тебе вообще грош, тебе цена. И еще переживать за твое мнение. Какая боевая. У нас гостя сегодня. А какие планы на жизнь, Катя? Это наш традиционный вопрос. И не могу. Планы на жизнь глобальные. У меня дочь весной получала паспорт. Ей 14 лет. Я сидела, смотрела. Это было перед 8 марта. Это было празднично. То есть там вручали с цветами, все. И я сидела, сфотографировала это все и прислала своим врачам, моему химиотерапевту, Елене Владимировне Глазковой и Рамзану Мусаевичу моему. Он написал вам, говорю, спасибо вам огромное, за то, что я могу это видеть. И я говорю, моя жизнь, ну, я вам теперь всю жизнь, вот вы для меня вот все, можно сказать. Это благодарность. Это к планам не очень относится. Я прислала фотографии. И я хочу сказать, что, ну, какие у меня планы? У меня двое детей. У меня муж, у нас, мы хотим там строить дом. Строить дом. Растить внуков. Строить дом, где вы хотите? Пока не знаю. Либо Нижегородская область, либо где-нибудь там поблизости, либо вообще куда-нибудь в Канаду укатим. Не знаю. Очень хочется вот прямо жить. Ни какие-то условности не хочется, вот чтобы вот, да ну, ну, чё мы тут уже? Нет, я готова. Мне не важно, что у меня 36, что у меня дети, что мы тут где-то осели, мне голому одеться под поясцы. Я готова прям сегодня взять, поехать куда угодно. Легкая на подъем. Я тоже обратила внимание. Ну, значит, планы построить дом, вырасти детей. Внуков понянечить. У меня дочка Мулатка. Я так жду внучков своих сладеньких, таких вот прям колесик, таких кучерявых. То есть ты второй раз замужем или нет? Я первый раз замужем. У меня дочь, я в молодости, ну, у меня были отношения с мамой. Вне брака. Да, вне брака. Вот. И у меня сыну всего 3,5 года. Мне надо этого шалопа еще в школу водить и с ним и роботов делать, и всякие эти школьные программы. Это просто это жизнь. А относительно общественной деятельности, какие планы? Ну, я думаю об НКО, некоммерческой организации, чтобы это уже было какие-то рамки более серьезные, что не просто там Катя Барлева бегает, и там мы давайте там устроим фотосессию, чтобы это все было уже более серьезно. Мне даже уже логотип нарисовали. Вот. Сейчас я как бы хочу собрать команду, которая действительно вот тоже заинтересована. И хочется помогать, развивать, потому что Нижний, он консервативный город, очень такой закрытый в плане вот люди неплохие, но закрытые. А я приехала, на них на всех со стороны посмотрела, говорю, не, ребят, вы классные, но вам надо немножко как-то шевелиться, потому что, чтобы не было... Я хочу разбить этот стереотип, что рак – это стыдно, что рак – это прям ужасно, и надо скрывать, и нельзя, что на меня люди посмотрят. На вас и так люди смотрят, за вашей спиной сплетничают. С раком вы, без рака, в парике, с волосами – без разницы. Все друг другу перемывают кости. Домыслы так называемые. Абсолютно. Не надо думать, что я такая жила, на работу ходила, и никто мне там кости не перемыл. Вот как ты о людях думаешь, да? Я реалист. Ну, а это неплохо, почему? Ну, почему нет? Ну, друг другу, ну, а что такого? Я не вижу в этом ничего. Да я так просто. Я не говорю о том, что перемыть кости – это не всегда же плохо. Ну, то есть я не в этом ключе. То есть просто поболтать о ком-то там. Ну, бояться не надо того, что кто-то осудит. То есть ты говоришь о том, что осудить могут в любом случае. Конечно. Чего бояться? То, что еще даже не произошло, и, может быть, не произойдет. Может быть, не произойдет. Или произойдет, ну, и какая тебе разница? Ну, опять же, а почему нужно судить человека, который заболел раком? Это же не венерическое какое-то там, да, там, заболевание, не знаю, которое там женщина. Ну, всякие существуют. Мифы всякие. Ну, вот истории придумываются. Ну, их нужно разбивать. Поэтому мы создаем эти сообщества, мы общаемся, мы несем это все в мир. Я заходила на англоязычные такие же аккаунты, там они вообще носятся с этими голыми своими сиськами, там устраивают open air, и у них это все прям такие подушки в форме груди, там вяжут крючками, друг другу дарят. Ну, а там вообще у них веселуха. И тети там по 50 за 60, и вообще классно. Веселуха это у них от скуки. Нечего в 6 вечера закрываться и расходиться по домам. Приходится взять вот такие вот интересные модели подушек, да. Ой, что ты пожелаешь нашим зрительницам? Скорее всего, зрительницам, потому что все-таки вот я убеждена, что больше смотрят женщин у нас сейчас. Ну, может быть, и чьи-то мужья, чьи-то бренд. Да. Ну, во-первых, я хочу сказать, чтобы ничего абсолютно не боялись. Не потери волос, не потери какого-то внимания друзей, родственников. Даже не надо бояться, что вдруг от тебя уйдет муж. Если он от тебя уйдет, грош ему цена. Значит, ты не с этим человеком, не с тем человеком живешь. Да. И очень много женщин даже об этом не знают, сколько, ну, они годами живут и не знают, что мужчина может вот так поступить, допустим, да. Потому что могут даже там родственники. Отвернулись друзья, значит, это не друзья. Не надо этого бояться, не надо цепляться за людей, которые тебе, в принципе, не нужны. Вселенная говорит, это не твои люди, все, они ушли. То есть своего рода это такой фильтр. Это шикарный фильтр. Потому что святое место, как говорится, все, что уходит, на это место приходят нужные, тебе люди. Когда я перенесла, тоже очень много у меня прям подруги-подруги, прям с детства-с детства, там с садика, и тоже там, мне одна подруга сказала, ну, и приеду я к тебе, что я там увижу? Никого там, а что я там увижу? То есть она думала, что я лежу в темной комнате, мочусь под себя там, и разлагаюсь, и, ну, я так предполагаю. Ну, я перестала с этим человеком вообще. Зачем? Ну, да. То есть не бояться. Абсолютно ничего нельзя бояться. Да. Что бы ни случилось в жизни, ну, значит, так тому и быть, надо идти дальше, И руки ни в коем случае нельзя опускать. Не для этого мама тебя родила, чтобы ты села на берегу и плакала. Нет, надо буро переть, и то жизнь в твоих руках тебя никто не поведет за руку, никто тебя не будет тащить. Только ты. Правильные слова. Катя, ты прям такой маяк, флаг такой, который можно поднять и идти под этим флагом с улыбкой на глазах. Спасибо тебе огромное, что ты вот такие вещи правильные говоришь. Спасибо. Не стесняешься этого говорить. Спасибо, что приехала. Спасибо, что там, в Нижнем Новгороде, делаешь все, что в твоих силах. Я знаю, как тебе сложно и тяжело. Может быть, какие-то коммерческие структуры откликнутся и будут помогать тебе. Я знаю, что люди просто берут и на твои призывы кому-то помочь всегда откликаются и какие-то небольшие денежки собираете. А может быть, кто-то найдется, кто сможет идти в ногу, потому что у тебя семья, живете, по-моему, на съемной квартире, еще пока своего жилья нет. Да, снимаю квартиру. И несмотря на такое сложное положение, ты не перестаешь улыбаться и не перестаешь всех зажигать и двигать дальше и транслировать на всех вот эти вот свои радостные такие солнечные лучики. А этот лук у тебя из модного приговора? Брюки из модного приговора, да. А это ты уже сама додумала? Ну, да. А серьги? Серьги – это Алиэкспресс. Реклама Алиэкспресса вырезает. Хотя Алиэкспресс не нуждается у нас рекламе, да? Ну, это эклектика. Я люблю соединять какие-то вещи, пусть это дорогое, дешевое, главное, чтобы это было круто смотреть. Мне очень приятно смотреть на тебя вот такое. Ты классная. Спасибо большое. Ну, я думаю, что мы спустя какое-то время обязательно встретимся и посмотрим на результаты, потому что я уверена, что они у тебя будут. Я тоже уверена, без всяких там, если и когда, мы к этому идем. Да, мы непростые. Спасибо, дорогие друзья, что были с нами. У нас сегодня такой вот яркий, зажигательный гость, и я думаю, что она многих вдохновила на борьбу и забыть про отчаяние и с уверенностью смотреть вперед в будущее. Всем крепкого здоровья, берегите себя. И смотрите нас дальше, продолжайте нас наблюдать за нашими выпусками. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова